Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы коснемся такого вопроса, как Иаков, человек, мог бороться с Богом и даже видеть его лицо. Мы с вами все помним эту историю, когда Иаков со своим семейством возвращается в землю обетованную, то в какой-то момент он остается один, переправив свое семейство через реку, он возвращается посмотреть, не оставил ли что-то еще на другом берегу. И там произошло нечто таинственное и непостижимое. Мы читаем об этом в книге Бытия, 32 глава, 24 стих и ниже. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Здесь говорится «некто», то есть была некая неопределенность. «И увидев, что не одолевает его, то есть Иакова, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал, отпусти меня, ибо зашла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Яков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Может ли человек бороться с Богом? Может ли человек видеть лицо Бога? В первом послании к Тимофею, 6 глава, 16 стих, о Боге говорится, что Он единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, то есть в непроницаемом свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. И в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих, тоже достаточно категорично сказано, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Так, с кем же боролся Яков? На самом деле, если мы обратимся к святоотеческой традиции, то при описании этой борьбы нам предлагаются разные объяснения. «Например, в буквальном смысле ангел был послан Якову, чтобы тот уверился в сопутствующей ему помощи и не боялся Исафа». Эту точку зрения озвучивает Златоуст. И на самом деле у этой точки зрения есть основания. Дело в том, что когда Яков борется с ангелом, ангел говорит ему, это Бытие, 32 глава, 26 стих, «Отпусти меня, ибо взошла заря». А при чем тут взошла заря? Ну, если мы смотрим Библию, ангелы на рассвете прославляют Бога. Например, в книге «Плач Иеремии» говорится, что каждое утро Бог обновляет все свои благословения. Тогда становятся понятны вот эти слова. «Отпусти меня, ибо взошла заря». То есть ангелу надо вернуться, присоединиться к хору других ангелов и продолжать воспевать Бога. Другие объяснения. С точки зрения типологии здесь была прообразована борьба неверующих иудеев с Бога-человеком Христом. Вот с такой точки зрения. Придерживался Цезарий Ароский, Августин и Иларий Пиктовийский. Еще одно объяснение. В назидательном плане борьба с Богом означает состязание в добродетели, доступ к которому открыт через крест, то есть через страдания. Это точка зрения Амбрусия Медиаланского. То есть на самом деле Иаков ни с кем не боролся. Это было молитвенное борение. А оно может приобретать такие очень острые формы. Ефрем Сирин. В этой борьбе Иаков показал себя одновременно сильным и слабым. Другое объяснение. Сама же борьба заканчивается с восходом зари, то есть с пришествием в жизнь верующего солнца правды Христа. Это точка зрения Кирилла Александрийского и Блаженного Августина. На самом деле существует несколько десятков объяснений того, с кем боролся Иаков. Но мы с вами остановимся на том, что более понятно для нас – это ангел Господень. Дело в том, что ангел не является чем-то самостоятельным. Иногда, когда мы читаем о явлении ангелов, говорится «и сказал ангел», а через некоторое время «и сказал Господь». Или ангел беседует с Авраамом, а Авраам обращается к нему и говорит «Господь». Ангел, ангелы – это посланники от Бога. Ангел – это и есть поручение от Бога. И ангелы столь стремительно исполняют поручение от Бога, что для каждого поручения дается свой ангел. Это видно из разных текстов Священного Писания. Например, когда Агарь убегает в пустыню, сказано «и нашел ее ангел, и сказал ей ангел, и сказал ей ангел». Там несколько раз перечисляется, как будто для каждой фразы был отдельный ангел. То есть они так стремительно исполняют волю Бога, они так жаждут ее исполнять, что для каждого повеления посылается свой ангел. Иаков боялся возвращаться на свою родину, потому что он боялся Исафа, его гнева. Он знал характер Эдома, Исафа. И он пребывает в молитвенном борении. И когда он говорит, что он видел лицом к лицу Бога, имеется в виду, что он понял намерение Бога и отношение Бога к той ситуации, что он, Иаков, возвращается в землю обетованную. Поэтому не надо понимать этот текст буквально. Приемлемы, по сути дела, все объяснения отцов. Они показывают просто разные подходы к одной и той же теме, но это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие подходы. Итак, мы увидели, что человек не может увидеть лица Бога. И в Евангелии от Иоанна мы прочитали, что Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Только в пришествии Сына Божия на землю не только люди, но и ангелы узрели Бога. Помните, некогда Христос сказал, «Сколько я с вами, и вы не видите, видевшие меня, видел и Отца». А апостол Павел пишет, что в тайне Бога воплощения Бог проповедан в народе, показал Себя ангелом, потому что даже ангелы до Бога воплощения Творца они не видели Его. А взирая на Христа, они постигали характер Божий, раскрывали для себя Его намерения. Христос так и говорит, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А вооружимся этим знанием и прославим Бога за то, что достигалось патриархами в невероятном молитвенном борении нам открыто действием благодати. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спаси вас всех, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok